ЗАПАДНАЯ Армения В 2020 году количество международных туров снизилось на 74% ООН. Жители деревни Вани в Западной Армении защищают дикий вкус от охотников. Участие армян в Великой Отечественной войне, новые книги, новые факты. Мировой показ фильма «Франциско» начнется 28 марта. На девятый день семинара выступил президент Республики Западной Армении Арменек Абрамян после премьер-министра Республики Западной Армении Сайды Меликян ответила на вопросы присутствующих. В ходе семинара обсуждались важные статьи Северского договора, касающиеся именно Западной Армении. Они отметили тот факт, что Северский договор был ратифицирован рядом важных стран, но не был ратифицирован Западной Армении. Правительство Западной Армении ратифицировало его 24 июня 2016 года после принятия Конституции Республики. Представляя позицию Западной Армении, президент сказал, что правительство Республики Западной Армении должно продолжить борьбу только законным путем, юридическим, не вмешиваясь в политические вопросы, иначе они могут столкнуться с политическими взглядами, не имеющими правовой основы. Президент и премьер-министр рассказали о будущих программах, в которых большое значение уделяется патриотизму и изучению Родины для молодежи. Руководство Западной Армении намерено каждый год 10 студентам платить за обучение в университетах Восточной Армении. Церковь 700-летней истории в Трапзоне превратится в музей. Расположен в районе Акчабад, провинции Трапзон, Западной Армении. 700-летняя церковь Святого Михаила отныне будет служить музеем для местных и иностранных туристов. Реставрация 7-ми векового исторического здания в Орта-Махалле была завершена примерно через два года работы. В 1988 году большая часть провинции была объявлена охраняемой городской территорией. Историческое здание, в котором будут храниться как археологические, так и этнографические образцы, будет опубликовано в ближайшие месяцы как музей Орта-Махалле. Авторы проекта «Варгон» за Семен Пегов, Тимофей Ермаков по случаю Дня армянской армии представили новый клип с маленьким арцахским певцом Мишей Григоряном. Отметим, что «Мой Арцах» — это саундтрек к нескольким фильмам об арцахе Семена Пегова и Тимофея Ермакова. В ближайшее время фильмы будут представлены зрителям. Ролик особенно затрагивает недавнюю арцахскую войну. Напомним, 27 сентября азербайджанские вооруженные силы начали масштабную военную агрессию в Арцахе, направленную против мирного населения. Прошлый год стал худшим для мирового туризма за всю историю наблюдений из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщили в четверг во Всемирной туристической организации ООН. В 2020 году мировой туризм пережил худший год за всю историю наблюдений. Согласно последним данным Всемирной туристической организации, число международных прибытий снизилось на 74%, отмечается в пресс-релизе. Так, из-за беспрецедентного падения спроса и повсеместных ограничений на поездки число туристов, путешествующих в другие страны, снизилось в прошлом году на 1 миллиард по сравнению с показателем 2019 года. Согласно данным, организации потери сферы туризма в 2020 году составили 1,3 триллиона долларов. Количество диких коз, охраняемых от охотников в провинции Ван Гюрпнар в Западной Армении, достигло около 500. Жители села Чепкенли и Гюрпнара охраняют коз, как зенит свока. Дикие козы этого региона под угрозой исчезновения. Наши проблемы в основном с охотниками. Мы не пускаем незнакомцев на эту территорию. В неблагоприятных зимних условиях козам сложно находить пищу. В прошлом году вертолеты привозили им траву. Мы ожидаем аналогичного отношения со стороны соответствующих органов и в этом году. По инициативе Московского культурно-делового центра «Дом Москвы в Ереване» издана книга «Участие армян в Великой Отечественной войне». Книга приурочена к 75-летию Великой Победы. Авторами книги являются преподаватели Ереванского филиала Московского госуниверситета имени Михаила Ломоносова, доктор исторических наук Степан Степанянц и генеральный директор Московского культурного делового центра «Дома Москвы в Ереване», кандидат технических наук Ваграм Карапетян. В 17 главах книги именографии освещается участие армянского народа во всех фронтах Великой Отечественной войны, в том числе в составе национальных воинских формирований, в партизанских отрядах, в разведывательных операциях. Собранный авторами материал об участии армян во всех фронтах войны основывается не только на уже известных, но и доселе неизвестных научным кругом фактах. Представлено участие армян в битвах под Москвой, Сталинградом, Курском, а также в Крыму и Советско-японской войне. Документальный фильм о Папе Франциске будет показан в онлайн-кинотеатрах с 28 марта после показа на сайте Discovery+. Премьера фильма, снятого номинированным на Оскар режиссером Евгением Афиневским, состоялась в октябре прошлого года на Римском кинофестивале. Об этом сообщил голливудский репортер, американско-армянский врач, продюсер Эрик Исраилян, который также является сопродюсером этого фильма, поделился на своей странице в Инстаграм. В фильме представлены усилия Папы Римского по информированию мира о геноциде против армян, а также его работа по различным вопросам, таким как изменение климата, иммигранты, беженцы, расширение прав и возможностей женщин, сексуальное насилие, пограничные стены и так далее, написал Исраилян. На сегодня у нас все, далее мы представим вашему вниманию Акунг-ансамбли Голе-Хойнаш. ПОДПИСЫВАЮТСЯ Оставайтесь миром!